Желание жизни – это образ той жизни вечной, которая никогда не остановится, никогда не закончится. Поэтому у нас огромная любовь к жизни, огромная любовь к общению с теми, которых мы видим. Это расставание очень тяжело по плоти. Но пускай Господь духом своим утешит и более и более вам откроет, что Марк уже имеет общение, уже имеет большое, огромное приобретение с дедушкой, с бабушкой, с теми, которыми ушли прежде, со всеми святыми, с самим Отцом, с самим Иисусом Христом. Слава Господу за это откровение, братья и сестры. Слава Господу за то, что мы там открыты, это тайна, которую не знает этот мир. Это открыто только святым Его. Поэтому в этом, начиная служение, это прощальное, мы будем молиться. Конечно же, прежде всего, благодарить нашего Отца за то, что Он нам открыл Сына, за то, что Он нас приобрел. И теперь мы приобретаем жизнь вечную посредством Его жертвы. Давайте поднимемся до начала служения, помолимся и более всего на всю молитву за то, что наше прошлое. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Слава Тебе, Господь наш. Мы так благодарны Тебе. Ты, Господи, открылся нам на этой земле, когда люди разлучились с Тобой, они оказались сиротами. Господи, но в лице Иисуса Христа Ты вернул нам настоящее общение, вернул нам настоящий дом, нерукотворенный, вечный, который Ты открыл нам, Господь, посредством жертвы Сына. И Он сказал, что Я есть дверь к Овцам. Он Сам, Ты Сам, Господь Иисус Христос, распахнул эту дверь посредством Твоих страданий. Благодарим Тебя за это, Отец Небесный. Слава Тебе за Твою великую любовь, которую Ты открыл в жертве Сына Твоего. Благодарим Тебя. Но не только это, Господь. Ты сказал, что Я прошу самое драгоценное, что связывает вечность с Сыном, как Дух Святой. Благодарим Тебя за Дух Святого, Господь. Слава Тебе за то, что Ты вселен Его в сердца наши. И, Господи, Он открывает нам, Господи, и настоящее, и будущее. Благодарим Тебя за это, Отец Небесный. И мы благодарим Тебя за то, что Ты дал уже утешение. Много через Слово Твое, через друзей, которые наполнены и исполнены Духом Святым. Благодарим Тебя. И это утешение, да еще в большей мере, придет в этом служении на семейство, на Славика, на Надю, на все, Господи, братья и сестер, да будет имя Твое благословенно в этом служении. Аминь. Мой небесный родной, мой небесный, Аминь. Аминь. Мой небесный родной, мой небесный, Я садик на земле, мой путь и житва грехи, скорби и трудом, мой неведом. И вновь будь теплой, мой неведом, тот, кто пройдет, как сон, и будет путь свершен, и буду я с отцом, мой неведом. Но все пройдет, как сон, и будет путь свершен, и буду я с отцом, мой неведом. А у меня Христа народ, мой неведом, мой друг труда плечет, мой неведом. Я буду рековать Иисуса воспевать, нет, не воли, с отцом, мой неведом. Там буду рековать Иисуса воспевать, нет, не воли, с отцом, мой неведом. Иисуса воспевать, нет, не воли, с отцом, мой неведом. Без сам Христос страдал и в небе обещал, украсить он венцом, мой неведом. Без сам Христос страдал и в небе обещал, украсить он венцом, мой неведом. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Это написано в Откровении 19 глава 7 стихом. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечив весон чистый и светлый. Весон же есть праведы святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный званый на праздную вечерю Агнца. И сказал мне эти суть истинные слова Божии. Я думаю, что каждому человеку на этом месте без слез невозможно стоять, говорить. Но мы видим, что Слово Божие говорит от невести. А той, которой Господь дал ей, те одежды чистые и белые, это мы с вами, эта церковь. Мы видим, что Слово Божие говорит о небе, о вечности. Если мы поразмыслим о небе, о той красоте неба, если кто-то увидел, или мы с вами увидели ту красоту неба, я думаю, что бы мы не захотели здесь быть ни одного часа. Ибо вся эта красота, она описана в Библии. Описан этот красивый город, в котором улицы устланы золотом. Знаете, описаны то красивое озеро, красота деревьев, которые плод приносят каждый месяц. Если мы рассуждаем об этом, и христианин, он всегда помешляя только о небе, то мы наполняемся этой радостью, что мы будем это все видеть и иметь. И мы видим, что Слово Божие дает нам один такой плод, написанный в Слове Божьем, плод радости. Знаете, если этот плод радости мы имеем в своем сердце, мы ее развиваем, то мы всегда будем радоваться о том, что на этой земле мы только живем для того, чтобы определить, где мы будем проводить вечность. И когда мы помешляли о той красоте неба, о той всей славе, что там есть, и мы радуемся, что это все приготовлено для нас, нам легко жить и проходить путь по этой земле. Потому что мы знаем, что наше жительство на небесах. И мы имеем надежду, что мы встретимся там с родными, с близкими, с друзьями, которыми мы вместе были здесь, славили Господа. И Слово Божие нас призывает, чтобы мы содержали себя в чистоте и святости. И как написано в Слове, что «И дано было ей облечь весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Иисус Христос, будучи на земле, Он сказал такие слова «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Все, что нам нужно. Верою принять то, что написано в этом Слове Божьем. Верою принять то, что сказал Иисус. А мы знаем, что Бог, Он верен своему Слову. Слава Ему! Я хочу вас ободрить, что та красота неба, она приготовлена для вас, для нас, для каждого человека. Лишь бы мы верою все это приняли и соблюдали то Слово, имели ту праведность, сохранили ту праведность, которую дал нам Господь. Сохранили эти белые одежды, которые Господь нас одел. Здесь так подмечено, что наступил брак Агнеца, и жена приготовила себя. Это церковь. И она должна быть готовиться. Написано, будут званые, те, которые будут смотреть на жениха и невесту, на нас с вами. Но мы есть церковь. Это на этой земле люди, собранные во имя Господа. Это души, которые собраны во имя Господа, есть церковь. И мы будем стараться соблюдать все то, что написано в этом Священном Писании, все то, что говорит нам Дух Святой, все то, что Господь обещал нам, чтобы Он даст нам. Только если мы сохраним себя к вечности, сохраним все то Слово и исполним, что здесь написано, мы будем иметь и видеть ту красоту неба, что Господь приготовил для нас. В этом и вставши коротко помолимся. Благословим родных, близким. Это самое трудное время, тяжелое для них. Но Господь, Он утешает, Он есть утещитель. И мы будем молиться и просить Божьего благословения, чтобы каждый из нас жил тем, что Он есть житель неба, что вот та красота, она приготовлена для каждого из нас. И на этой земле мы должны пройти так этот путь, чтобы сохранить то все, что Господь нам дал, и иметь вечность. Аминь. Вставший помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за твою великую любовь, которую Ты возлюбил нас, и отдал Сына Своего единородного в этот мир, так что всякий верующий в Него не погиб, а был жизнь вечную. Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты исполнил Мою Отца и Беста. Ты пришел на эту землю и страдал за нас, умер за нас и воскрес для наших правданий. Мы благодарны Тебе, что мы оправданы Тобой и омыты Твоей Святой Кровью. Слава Тебе! Мы благодарны Тебе за ту красоту неба, которую Ты приготовил для любящих Тебя. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости, которые Ты являешь нам, Господь. Прибывая, Господи, с нашими друзьями, Господи, в этот трудный час, Господь, мы просим, благослови эту семью, благослови всех скорбящих, Господи, благослови, Господь, родителей, благослови, Господи, братья и сестер, благослови. Ты, Господи, укрепи их, Господи, в слове Твоем, вери, Господь. Господи, Ты наполни их не сердца радостью, Господь, а встречи, Господь. Там, в небе, в вечности, Господь, благослови, Господь, чтобы они, Господи, только на Тебя уповали и надежда в них была только на Тебя, Господь. Слава Тебе. А Ты, любящий Господь. Ты, милующий Бог, Господь. Слава Тебе за Твою великую милость каждому из нас, за Твою великую любовь, что Ты нас возлюбил, Господь. Слава Тебе. Господи, помоги каждому из нас пройти, Господи, этот земной путь так, Господи, чтобы достичь неба, Господь, чтобы сохранить тот венец, который Ты дал нам, Господь, чтобы не опачкать наши одежды которые ты одел церковь твою господь чтобы господи это праведность господи она всегда была господина слава тебе помоги возлюбить тебя как ты возлюбил нас наш любящий бог отец сын и дух святой братья и сестры мы сейчас споем после песни брат григорий расскажет стих и все кто имеет свидетельства вы можете проходить один за другим только коротко пожалуйста можете сказать несколько слов поддержки или свидетельства пусть господь благословить а 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 Буду там, где мой Иисус Туда лишь я стремлюсь В небе, в небе, скоро буду я Буду там, где ждут друзья Буду там, где мой Иисус Туда лишь я стремлюсь Там есть место для покоя От нужды и суеты Там любовь Христа святая Всех в одно соедини В небе, в небе, скоро буду я Буду там, где ждут друзья Буду там, где мой Иисус Туда лишь я стремлюсь В небе, в небе, скоро буду я Буду там, где ждут друзья Буду там, где мой Иисус Туда лишь я стремлюсь Отчизна дорогая Станет жарен на небе И шаги все ускоряя Он спешит к родной стране В небе, в небе, скоро буду я Буду там, где ждут друзья Буду там, где мой Иисус Буду там, где мой Иисус Туда лишь я стремлюсь В небе, в небе, скоро буду я Буду там, где ждут друзья Буду там, где мой Иисус Туда лишь я стремлюсь Возлюбленные Господом Братья и сестры И все друзья, которые пришли сегодня На это место Чтобы провести последний земной путь Нашего брата Марка Вы знаете, вот перед нами Факт приговора Господнего В прах ты и в прах возвратишься И какая наука может отменить этот приговор Вы знаете, когда я был молодым Никогда я о смерти не помышлял Но когда приблизилась старость Тогда я стал думать И теперь молодым можно сказать Что это только людям молодым Кажется, что время бесконечно Но спросите старых и седых Скажут Нет, земная жизнь не вечна И от юности до седины Дальние не назовешь дорогу Краткие нам даны Богом дни Ну а 22 совсем немного Но не важно, сколько проживешь Длинным будет век Или коротким Важно знать, зачем живешь Куда идешь Что там за последним поворотом Важно знать, что стоит эта жизнь Важно знать не только искать хлеба Важно знать, как эту жизнь прожить Чтоб в конце пути достигнуть неба Если знаешь, счастлива душа И по жизни ты пойдешь Достойно Приближается за шагом шаг К вечному желанному покою И к этому желанному покою вечному Наш брат Марк уже пришел А кто следующий Мы абсолютно этого не знаем А от нас это сокрыто И вы знаете почему? А потому что граница эта Которая разделяет эту нашу жизнь От потусторонней Она для того незаметна для человека Что жизнь каждого из нас Может оборваться В любую минуту дня или ночи И мы являемся свидетелем Сколько людей уходит В вечность так неожиданного Но блажен тот человек Который умирает в Господе И блажен тот человек Который при жизни может сказать Для меня Христос жизнь А смерть приобретение Да поможет нам Дух Святый Начатую нашу жизнь в Господе Твердо сохранить веру и надежду до конца А нашему Господу да прибудет Вечная слава Аминь Аминь Другие возлюблены Богом Скажем слава Богу Слава Богу Потому что Бог Всем нам дал жизнь И 38-й псалом Там написано Давид описывает Как устроил Что ничего Он не сделал И кости И оставал И вложил Дух Жизни Нам И все Рождающиеся И он дал им Каждому совесть Совесть Павел пишет Что она говорит Духе Святом Есть совесть Это есть Дух Святой Работает И Римлян написано Что если не верующий Не знающий Писания А живет по совести Не обречит тебя Знающего Писания И Учителя Нарушающего Писания Посему Написано Чтобы мы Приняли Дух Христов Кто Духа Христова не имеет Тот не Его Что означает Дух Христов принять Значит Христос Был послушный Богу До смерти И смерти Крестной И он еще Сознательно Хотя Кругом Окружали Вот Поставали Против него Что он Обманчик То и другое Третье Я немножко скажу Для свою жизнь Когда я Значит Женил Застали дети Ко мне Стали подходить И говорить То их детей Надо забрать Потому что Ты неправильно Воспитываешь Почему Почему А почему Они ходят Там в Литву Молятся Я потому Что Нам До вас Есть Дана добрая Совесть И мы Должны жить По совести Я не запрещаю Детям Моим Ходить На ваши Уроки Когда вы Читаете Про коммунизм Про партию Про комсомол И дальше Я не запрещаю Вот Но я не запрещаю Идем и слушать О Библии О Боге О жизни Чтобы они Выбрали себе Правильный Образ жизни Правильный Образ жизни Не Не какой-то Запутанный И В 76 Году Когда Начались Эмиграты Бог мне Это Он Должен Приготовил Вот И стали Говорить Куда Ты Кто Изменник И за Гражданство Я заплатил Каждого Ребенка И за Себя За 710 Долларов Минишенное Гражданство Вот И мы Изменники Родины Вас Надо Казнить Кричали Так На суде Дорогие Друзья В 42 Году Господь Сказал Что Здесь Я испытал Народ Мой На трудности Гонения Ни в Читу Придет Время Открою Границы Выведу Народ Мой Из этой Среди И испытаю На Изобилие И Свободу Сегодня Изобилие Мы имеем И в Одежде Если Сказать В то время Когда я В детстве То мама Шила Самоткала И шила мне Брюки И шила мне Сурочку И все Сама Это большой труд На сегодняшний день Говорили Как Сто Сурочек На сегодняшний день Вы зайдете Действительно Изобилие Но Вопрос Второй Нам На сегодняшний день Нужно Хорошо Понять Для того Чтобы Разуметь Правильное Поведение Нашей жизни Почему Написано Примудуси Соломона В первой главе Правильно Мыслить О Боге Невзирая На лица Возраста Мы должны Правильно Мыслить О Боге Поэтому Каким-то Путем Моисея Мама Сумела Научить Моисея Ознать Христа Так Анна Научила И самодила Знать Бога И Христа И они Оказаются Верны Богу Было В них Мужество И сила И посему Бог Поверяет На сегодняшний День Нам Не развлечение А Быть Мужественным И твердым В истине Истина Это Есть Бог Истина Это Есть Христос Истина Это Есть Дух Святой И наша Совесть Возьмете Ваше Времени Что Вы сделали В детстве Совесть Говорит Сегодня Что Ты делал Хорошо И плохо Правда Говорит Дух Святой Он Не перестал И Почему Если мы Сумеем Значит Детям Вложить Значит Добрую Совесть Чтобы они Не угосили Дух Святой Чтобы Дух Святой Работал Вот И чтобы Была Святость Написано Будьте Святы Потому что Бог Свят Правда И Новый Завет Говорит Одевайтесь Прилично Святым Я Скажу Бог Мне Повелел На сегодняшний день Чтобы я Сказал Это От Бога Повеление Вот Вот В собраниях Ведут Вроде бы Поют Играют Говорят Слово Вроде бы Хорошо Если В их нарушение Слова Божьего Это Здесь Не Слава Богу Это Все Принимают Духи Поднебесные Хор Хорошо Поет Но В хоре Кто-то Святит Должны Быть Локти Закрыть Его Всех Это Осип Вторая Глава Второй Сих Называется Прилимляем Грудей Не Должны Быть Кистофи Каблучки Марка Шестая Глава Девятый Сих Написано Но Буват Просто Оба Это Христови Слова Вот Постой Каблуч Должны Быть Вот Также Осип Исаии Вторых Седьмая Глава Написано Если Ты Хочешь Быть Халдейкою Сними Я Заканчиваю Хорошо Сними Покрывало Сколько Сегодня Учат Чтобы Дети Не Покрывались Маленькие Дети Девочки Не Покрывались Это Халдейское Учение Обольщение Если В таком Положении Хор Поет Девица Не Покрыта Эти Хор Эту Песню Принимает Не Небо А Принимает Духи Поднебесные И Почему Должны Быть Коленки Закрыты Не Менее Десять Сантиметров Ниже Колен И Натет Медрость В Востях Божьих Почему Дорогие Друзья То Что Он Ушел Занимается Написано Сколько Находится В развлечении И От развлечения Погиб Развлечения И Мне Бог В субботу Был Против Чтобы Я Сказал Что Это Суды Начались Но Если Народ Не Покается То Значит Умножится Суды Божьи Почему Бог Всех Призывает И То Что Я Говорю Должны Покаяться Вот Все Значит Девочки Должны Быть Покрыты И Как Я Сказал Писание Показывает Оно Требует Святость И Мы Должны Значит Послушаться Писанию Если Мы Послушались Писанию Мы Приняли Христа И У нас Должно Быть Мужество Для Того Чтобы Быть Ведом Христу Если Мы Сделаем Свою Волю Это Гордость Это Гордость Это Гордость Девятый Псалом Написано Там Все Гордость И Какие Действия И Придумки И Мудрость Вроде В гордости Почему Дорожие Друзья Мы Исполнены Духом Святым И Гордостью Все Должны Дать Отчет Каждый День И Каждый Значит Что ты думаешь Делать Одеваться Обуваться И все Прочее Тебя Должны Подумать Вот Это Развлечение Гордости Или Это Смирение Пред Богом Послушание Покорность Богу Будьте Пасховенны Полюбите Потому Что Дух Святой Преподает Любовь Божию И если мы принимаем Слово Божие Дух Святой Нас Любовь И к себе Нашей жизни Любовь Богу И любовь Ближними Будьте Благословенны С миром Божьем Аминь Дорогие друзья Братья и сестры Я обиден Почему Благословенны К вашим детям И вашим сыновьям Дочерям Родству Свержевских Родству Павликов Сегодня Все мы пришли Разделить С вами Ваше горе Вашу утрату Я вспоминаю Когда Мы читаем Священное Писание Написано Иисус Христос Приходил Туда Где Было горе Где был плач И приходил туда Чтобы утешать людей Кого-то он воскресал Кого-то исцелял Являл Утешение И он сказал Для вас будет лучше Когда я уйду Я пошлю вам Другого Духа утешителя И буквально Один стих Я хотел бы Прочитать 24-я глава Иваня Атьяна 21 стих Извиняюсь 26 стих Утешитель же Дух Святой Который пошлет Отец Во имя мое Научит вас Ему Напомнит вам все Что я говорил вам Утешитель Дух Святой Я верю что на этом собрании Сегодня здесь На кладбище Один автор выразил так На кладбище старом Встречая весну Где все уж сомнения кают Я надпись старую Прочел там одну Они Отдохнут И восстанут На этом месте Очень много людей Покоится Которые служили Богу Которые были верны Богу Но это их невременные И время Где они проведут В этой земле Однажды При звуке Архангела При трубе Божией Написано Мертвые воскреснут Прежде А потом Мы оставшимся В живых Изменимся И так Всегда С Господом Богом будем И Павел говорит И так Утешайте Друг друга Этими словами Я хочу сегодня Утешить всех Родных и близких Все кто пришел Разделить Это горе Утешить Словом Божиим Ничем другим Мы не можем утешить Как только Словом Божиим Поэтому Христос Сегодня на этом месте Духом Святым Посылает утешение Славик тебе Тебе Надя Я понимаю Что Трудно подобрать слова Как можно Сказать Чтобы утешение Пришло в ваше сердце Но я верю Твердо в этом Что Дух Святой Он положит Вам в сердце Он положит Вам в сердце То слово Которое Принесет вам Утешение Поэтому Пусть Бог Благословит вас Наша Церковь Друзья Христовые Выражает Вам соболезнования Когда мы услышали Которые 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 Нужно Сбою Но титул А совесть У тебя Чиста Дорогие Дорогие Наши Славик Надя Все родные Близкие Кто сегодня пришел Чтобы Разделить Вашу скорость Я присоединяюсь Всем Что уже Было Сказано И Приношу Наши Соболезнования От нашей Семьи От Гали Она Передавала Вам Пусть Господь Утешит Вас Славик Надя Мы Вместе Бог Дал Нам Пройти Это Время Мы Вместе Начинали Нашу Жизнь Вместе Проходили Трудности И Сейчас Какие-то Слова Найти Для Вас Апостол Павлов Пишет Что Бог Утешающий И Смиренных Утешил Нас Прыбытием Титу Сегодня Господь Хочет Утешить К вас Прыбытием Друзей Которые Пришли Чтобы Вместе С вами Разделить Вашу Скорб Вашу Боль Говорит Вакуум Когда я Услышал Задрожали Просто Придала Внутри Моя Задрожали Губы Мои Боль Проникла В кости Мои И Полюблется Земля По Другой Я думаю Что-то Подобное Вы испытали Когда Вы Слышали Это И до Нас Тоже Дошла Эта Весь Мы Тоже Были Как Были В стрессе Мы Не Были Поверить Что Это Могло Быть Молились Семьей И Церкви Пусть Господь Вас Продолжает Утешать Апостол Павел Говорит Благословет Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа Отец Милосердия И Бог Всякого Утешения Утешающий Нас Во всяком Скорбе Уже Много Было Сказано Но Дух Святой Он Может Утешить Как Никто Другой Пусть Господь Препит Нужно Пройти Это Время Будет Трудно Я Понимаю Я Не переживал Я Представляю Что Такое Хоронить Сына Молодого Которых Были Надежды Которых Любили Все Племянники Домянницы Пусть Господь Натешит Вас Были Близки Нам Мы Всегда Любили Вас И Будем Пронзать Молиться Пусть Господь Натешает Вас И Поддержит В Это Время Бог Сделал Нас Церковью Одним Телом И Написано Страдает Один Член Страдает Все Тело И Мы Чувствуем Вашу Боль Мы Чувствуем Ваши Переживания Вашу Печаль И Вместе Сустрадаем Апостол Говорит Сам Девец Давид Когда Пойду Долиной Смертной Тени Не Убою Зла Потому Что Ты Со Мною Твой Жезл Твой Посох Они Успокаивают Меня И Пусть Рука Божия Вас Успокоит И Ведет И В этой Долине Плачет Долиной Смертной Тени Уже Было Много Сказано И Уже Читали Братья Из Книги Откровения 21 стиха 21 глава Написано Что И там Уже Не будет Слез Не будет Плача И не будет Скорби Не будет Смерти Ибо Прошлое Виновало Пусть Господь Учешает Ваше сердце Мы вместе С вами Будем Молиться За вас И Бог Даст вам Пройти Это время Будьте Бословлены Возлюбленные Господом Дорогие земляки Станислав Надежда 14 лет Моему сыну Разбился На велосипеде Для меня Эта вещь Настолько Была Потрясающая Меня Разбил Инфаркт Я Неделю Не мог Прийти В себя Я В это Время Был В Германии Даже Не попал На похороны И Как Было Братом Подчеркнуто Бог Утешающий Смиренный Приезжая В другой Город Подходит Брат И говорит Мне было Открыто Что Ты Не имеешь Покоя Вот Я Забрал Его Сказал Дух Святой Самое Лучшее Время Которое Есть Для него Для того Чтобы Он Имел Спасение Он Рос И Мечтал Быть Боксером Переезжая В другой Город Я Еще В какой-то Степени Не был Спокойный Опять На Духовной Молитве Идет Пророчество Я Бог Знающий Будущее И Ведавший Настоящим Я Забрал Самое Лучшее Время И Так Успокой Сердце Своё Дорогие Мои Друзья Родственники Да Благословит Вас Господь Дух Святой Вечный Который Утешал До сей Секунды Многих Утешит Да Утешит Ваши Сердца Дабы Упование Было Ваше Твёрдо И Непоколюбимо На Нашего Господа Аминь Слава Богу Братья Слава Я хочу Немного Сказать Сегодня На тему Открытая Дверь В Евангелии От Иоанна 20 глава Написано Такое слово После восьми дней Опять были в доме Ученики Его и Фома С ними пришел И Иисус Когда двери были Заперты Стал посреди Их И сказал Мир Вам Первая дверь Это дверь Спасения Которая Предлагается Всякому Человеку Независимо Каков Ты человек На этой земле Дверь Спасения Когда Христос Приходит Чтобы войти В дверь Чтобы войти В сердце Человека И предложить Свой мир Хвала Нашему Богу И когда-то Этот мир Приняли Все мы С вами Почему Потому что Наше сердце Что-то Почувствовало Почувствовало Что Бог Протянул Руку Спасения И предложил Свой мир И пусть Сегодня Бог Наше сердце Благословит Друзья Почему Потому что Христос Придя на эту землю Пришел только С одним желанием С одним помышлением Даровать человеку Будучность Даровать человеку Мир Поэтому Сегодня Библия Предлагает нам Слова утешения Слова ободрения Слова наставления Слова обетования Да благословит Сегодня нас Господь И вот Когда Христос Независимо от того Где мы были Каковы мы были Пришел в наше сердце Предложил нам мир То есть другая дверь О которой написано В откровении Третья глава Написано такое слово Я ее назвал Закрытая дверь Или стук Стук в сердце Стук в двери Когда стучится Кто-то в эту дверь И Библия говорит Все стою у двери И стучу Если кто услышит Голос мой Отвори дверь Войду к нему И буду вечерять с ним И он Со мною Библия говорит Бог пришел В сердце человека В закрытую дверь И он что-то Предложил человеку А далее Господь говорит Я стучу Стучу в твою дверь Чтобы ты ее открыл Кто услышит Голос мой Кто сегодня Может услышать Голос Божий Он говорит Я войду в это сердце И благословлю его Мы очень много поем Псалмов В двери закрытые Поздние порой Кто-то стучит Кто-то стучит Мир предложен от Бога А Христос продолжает Стучать в твое и мое сердце И Библия говорит о том Что Христос сегодня говорит Кто откроет Кто услышит Голос мой Мы поем псалом Голос Христа Ко спасению Зовет Да благословит Сегодня нас Господь Есть прекрасный псалом Который мы с вами поем Дверь открой Широко окна распахни И Иисуса ты впусти Вот сегодня Христос предлагает Братья и сестры Даровал нам мир Независимо от нашего хождения А дальше он говорит А я стучу в твое сердце Для того чтобы прийти И благословить тебя И мы слышали с вами Свидетельство о том Что когда человеку Бог дал мир И в какой-то момент Сердце закрыто Что-то происходит И вот приходит момент Как было и у Марка Может быть как было у нас И бывает в нашей жизни Когда сердце закрывается Господь говорит Я хочу чтобы ты его открыл А я хочу что его сердце Благословить Чтобы ты не терял этот мир Не терял это благословение С Богом Потому да благословит сегодня Бог Чтобы наше сердце Оно было открыто Пред нашим Господом И вот читая Евангелие от Иоанна Мы видим с вами еще одну дверь О которой Христос говорит Я есмь дверь Вы знаете Десятая глава Иоанна Здесь он говорит притчу О пастыре чужом Говорит о том Что вот идет овечка И Библия говорит о том Что за чужим не идут Бегут от него Потому что не знают чужого голоса Эту притчу предложили Ученики не поняли эту притчу И потом Христос говорит Я есмь дверь Кто войдет мною Тот спасется Войдет и выйдет И пажет Найдет Вы знаете Когда Христос сегодня предлагает И говорит Я стучу в твое сердце Я хочу благословить тебя Для будущности Для вечности И говорит Я есмь дверь Открылся Господь Стучится Открываем И Бог говорит Через меня Ты только можешь быть В царстве Господнем И вот мы видим с вами Здесь как бы две двери Дверь Христова Который предлагает Жизнь вечную Который предлагает Свои заповеди Чего мы стараемся Сегодня соблюсти Стараемся к этому идти Есть другая дверь Дверь мира сего Куда сегодня и мир Приглашает Открывая Раскрывая Сегодня свои двери Для своих прихотей Желаний Для того чтобы Человек тут заглянул В ту дверь И мог обратиться И уйти от Бога Братья и сестры Сегодня Бог говорит Я есть дверь И мне нравится здесь Такое есть слово Овцы Не послушались Голоса их Овцы Христиане Они не послушались То что предлагает Сегодня мир А говорят Христос Есть дверь моя Я желаю Я желаю сегодня Быть со Христом Потому Да поможет Сегодня всем нам Живым Это благословение Приобретать И вот мы читаем С вами Какая помощь Есть от Господа Библия нам говорит Откровение Третья глава Восьмой стих Написано Вот я отворил Пред тобою дверь Вы знаете Когда Бог Открывает дверь Небесная дверь Сегодня открыта Для человека Откуда приходит Написана помощь Откуда приходит Благодать Господня Откуда приходит Утешитель Откуда приходит Благословение Для чего Для того чтобы Человек в своей жизни Мог понять Боже ты дал мне мир Сегодня ты стучишь На мое сердце Открываемое сердце Сегодня ты желаешь Благословить меня Своими небесными Благословениями Чтобы пройти Этот путь христианский И быть в царстве Господнем И вот Бог говорит Я отворил Пред тобою дверь Братья и сестры Если бы наши глаза Духовные очи наши Могли увидеть Ту благодать Которую Бог Сегодня посылает Для того Чтобы человек Прошел на этой земле И остался верным Мы были бы Больше и больше Благодарны Богу Мы сегодня Это можем увидеть Когда мы приближаемся К Богу в молитвах Когда мы приближаемся В присутствии Господнем Когда Бог наполняет сердце Мы понимаем Господи Твое небо Твоя дверь Она открыта сегодня Как ее открыл Господь для Марка Взял слово Читает Молится Свидетельствует Сегодня друзья Молодежи Все нам Бог предлагает Слово Желает Чтобы эти двери Сердца были открыты Благодать от Господа Приходит И приходит Благословение И когда мы читаем Далее с вами Мы находим с вами Двери Вечности Когда-то Иоанн говорил Такое слово Бог Взял Иоанна На остров Патмос И вот мы читаем Такую иллюстрацию Такую картину Где Господь говорит Открываются двери вечные И Бог говорит Взойди сюда Вы знаете Та дверь Но перед ней Есть некоторые двери Некоторые инстанции Которые должен Человек пройти На этой земле Бог предложил мир Бог предлагает Сегодня открыть Своё сердце Чтобы оно не было Жестоковыным Чтобы оно могло Расположиться к Господу Бог даёт благодать И так человек Проходит на этой земле И Бог даст Если жизни на этой земле Ещё сколько прожить Нам каждому То пусть сегодня Вот эти двери Двери вечные Они будут в жизни нашей В жизни каждого христианина Придёт день И Господь Как Иоанну сказал Открылись двери вечные И Господь сказал Взойди ко мне И читая Псалм Псалм 23 Помните там такое место Христос Показал Показал как это будет В жизни христианина Поднимитесь врата Вверхи ваши Поднимитесь в двери Вечные Войдёт царь славы Кто это царь славы Господь сил Он царь славы Мы с вами празднуем На этой земле И говорим о том Значит Праздники Как вознесение Господне Пришёл момент Господь ушёл в небо И Он ожидает сегодня Каждого христианина Каждого человека Который обратится к Богу Примиряясь с Богом Без высокосердия В послушании И Бог говорит Вот так как я вошёл В царство своё Так я предлагаю тебе Взойти в моё царство Взойти в эти двери вечные И быть с нашим Богом Братья и сёстры Пусть нам Бог поможет Каждому из нас Нас всех ожидает Эта вечная дверь Которую предлагает Иисус Христос Есть одна дверь Есть одна дверь Которая сегодня Тревожить должна христианина Библия говорит Были пять мудрых И пять неразумных И вот когда мудрые вошли Неразумные пошли Покупать масло себе 25 глава Матфея Об этом свидетельствует Библия говорит Хозяин затворил двери И нету больше входа И пришли неразумные И они стучатся в эту дверь И он говорит Я не знаю вас Двери На веки веков Закрыты Поэтому сегодня Двери вечные открыты Сегодня Господь Предлагает благословение Друзья Да поможет всем нам Господь Обретать этот мир Обретать это благословение Этот успех залог в нашем Господе Как и свидетельствовали братья Как свидетельствуем И мы будем еще свидетельствовать В наших собраний в церквах Чтобы двери вечные В наших подсознаниях В нашем разуме В нашей внутренности Они всегда могли веруя Приниматься и быть Господи Они открыты сегодня Они ожидают меня Они ожидают царства Они ожидают каждого дитя Которое любит тебя на этой земле Да благословит сегодня нас Господь Друзья Протягивай руку примирения Взяться за нее Идти за Богом Следовать за Богом И быть верными Ему До конца Слава Богу нашему Аминь Помолимся Братья и сестры Аллилуйя Вечный Бог Великого Отец Небесный Мы благодарны Тебе Мы благодарны Тебе Господь наш Бог А кому я Тебе Мы благодарим Тебя Любящий пастор Христос Что мы дети Твои Иисус На этой земле Мы проходим переживания И скорби Господь А воочи Независимый от нас Господь Может бывает Господь И сегодня в этот день Господи Может и не так должно было быть Господь А воочи Когда родители хоронят Своего Сына Господь Но мы благодарны Тебе Что мы имеем обидование Иисус Мы благодарны Тебе Господь Бог наш Что сегодня Ты стучишься в сердце людей Стучался в сердце Марка Слышали это свидетельство Господь Когда человек взял в свою руку Библию Господь Когда он преклонил колени Предвеличию Твоим Господь А воочи Который какой-то час Своего отрезка жизни Трудился для Тебя Господь А воочи Боже Двери вечные Сегодня Ты предлагаешь Для человека Пусть Твоё благо и милость Будет со всеми нами Христос Независимо от того Кто мы есть на этой земле Сегодня Господи Мы желаем быть детьми Твоими Любящий пастор Христос Мы желаем иметь мир И благословение от Тебя Господь Мы в этот вечер Придаем эту семью Твои пасторские руки Сегодня Ты утешитель Сегодня Ты Господь Иисус Господи Полагаешь в их жизни В их сердце Господь А воочи Это утешение Да Они придут сегодня В свой дом Что-то будет не хватать Кого-то будет не хватать Той Господи Улыбки Того разговора Того смеха Господь Господи Двери ветчины Твои открыты Сегодня для царства Твоего И мы будем ожидать Господь А воочи Твоего Пришествия На эту землю И мы не знаем Господь Господи Каждый из нас Срок на этой земле Господь Сколько Ты дашь нам прожить Боже Но наше обетование Оно в Тебе Желаем Чтобы Ты нас Всех благословил Господь А воочи Когда придет Чья-то смерть На этой земле Господи Мы не минуем ее Господь Мы желаем Чтобы она была В вере освящения В вере обетования Твоего Господь Иисус Что придет день Когда мы все встретимся У ног Твоих Святых Господь А воочи Мы все ожидаем Господь А воочи Когда ангелы небесные Откроют для каждого из нас Эту дверь спасения В царство Твое И мы будем Вечно-вечно С Тобою Господь Пусть Твое имя Оно будет прославлено В жизни И каждого из нас Пусть мы сегодня Слышим Твое слово Обетование Слово утешения Назидания Благословляем Тебя И Ты да благословишь всех нас Слава Тебе за все Честь Тебе Поклонение Тебе Вечный Бог Отец Сын Бог Святой Аминь Отче наш Сущий на небеса Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш На суши Подавай нам На каждый день И прости нам Долги наши Как и мы Прощаем Должникам Нашим И не введи нас Во искушение Но избави нас От блага Ибо Твое Твои царство И сила И слава Во веки Аминь Дорогие друзья Братья и сестры Время Очень бежит И мы живем В этом времени Давайте Использовать Время Для вечности Для царствия Божья Помышляя О Боге Исправляя Свои пути Проверяя Самих Себя Слово Божье Говорит Зародыш Мой Видели Очи Твои В книге Твоей Записаны Все дни Для меня Назначенные Когда ни одного Из них Еще не было В этой книге Были записаны Дни Марка Господь считал Мы Напоминаем 22 года А Господь считает Днями И Не знали Родители Не знал Марк Не знали Родственники Церковь Друзья Мы не знали Это Время Друзья мои Мы не знаем И наше Время Это сокрыто От нас Самим Богом Как бы Хотелось Заглянуть В эту Книгу Найти Своё Имя И посмотреть А мне Мне Сколько Назначено Дней Прожить Богом Если бы Мы узнали Возможно Много Бы Мы Изменили В нашей Жизни Что Если Подходят Эти Дни К концу Что Происходит С Человеком Когда Заканчивается Число Этих Дней И Слово Божье Говорит Так Выходит Дух Его Он Возвращается В землю Свою Почему Свою Потому Что Плоть Наша Из земли Создана Богом В тот День Исчезают Все Помышления Ему И И в это Время Во Время Перехода Так Важно Говорит Пятый Стих Нам Блажен Кому Помощник Бог Яковлев У кого Надежда На Господа Бога Его Дорогие Друзья Призываю Всех Вас Сегодня Серьезно Задуматься А у Меня А у Моей Жизни Надежда В этот День На Господа Могу Ли Я Понадеяться День Перехода На Господа Не Оставит Ли Он Меня Может Он Скажет Я Никогда Не Знал Тебя Я Не Знаю Тебя Дорогие Братья И Сестры Особенно Молодые Люди Приложите К Сердцу Своему Что Мы Не Знаем Вот Совсем Недавно Утром Мне Позвонили Говорят Вчера Ночью 41 мальчик 16 лет Ну Поскольку Мне Так Сказали Не Знаю Или Все Точно Иногда Информация Не Совсем Точная Печально Стук Сегодня Для Молодых Людей Молодые Люди Задумайтесь Пожилой Брат Сказал Нам Живите Без Развлечения Пусть Будет Вашим Увлечением Это Молитвенные Служения Пусть Будет Вашим Увлечением Это Пение Для Славы Господней Пусть Будет Вашим Увлечением Это Служение Нашему Богу Если Завтра Наступит Мой День Готов Ли Я Встретить Господа Является Ли Надежда Моя На Господа Пусть Господь Поможет Каждому Из Нас Ответить Честно Пред Господом Самим Себе И Последнее Место Еремия 17 12 Престол Славы Возвышенный От Начала Есть Место Освещения Нашего Друзья Мои Найдите Место Освещения Вашего Это Церковь Которой Вы Относитесь Возможно Вы уже Давно К ней Не Относитесь Но К ней Относятся Ваши Родители Время Задуматься И Возвратиться И К Господу Ему Служить Ты Господи Надежда Израилева Все Оставляющие Тебя Посрамятся Отступающие От Меня Будут Написаны На Прахе Потому Что Оставили Господа Источник Воды Живой Исцели Меня Господи И Исцелен Буду Спаси Меня И Спасен Буду Ибо Ты Хвала Моя Друзья Мои Кому Нужно Сегодня Исцеление Кому Нужно Сегодня Спасение В этой Молитве Мы Обратимся К Господу И Скажем Господи Вот Я Стою Перед Тобою Если Надо И Вы Знаете Свою Личную Жизнь Никто Не Знает Что В Человеке Кроме Духа Который Находится В Нем Скажем Господи Исцели Меня Помилуй Меня Я Желаю Возвратиться Пред престол Твой И Возможно Надо Стать И На Колени Пред Господом Поэтому Пусть Господь Через Этот Стук Поможет Для Всех Молодых Людей Переосмыслить Свою Жизнь И Пусть Господь Благословит Каждого Принять Правильное Решение В этой Жизни Сейчас Будет Заключительная Молитва Дорогие Друзья Братья И Сестры Мы Разойдемся С этого Места Я Прошу Вас По Домам Вашим Будем Нести На Руках Молитвы Семью Свержевских Не Забудьте Для них Будет Завтра Тяжелый День Будет Послезавтра Их Будет Тревожить Память Добрые Воспоминания Добрые Или Любимые Чувства К Сыну К Брату А мы Будем Молиться И Говорить Господи Не Дай Им Сверх Силы Пусть они Утешатся Надеждою На Господа И Встречью Там В Небесах Бог Воскресил Сына Своего Иисуса Христа Воскресит И Нас И У нас Есть Надежда На Встречу Пусть Будет Имя Господне Благословенно Мы Опустивши Головы Совершим Еще Одну Благодарственную Молитву Милосердный Наш Господь И Бог Мы Дети Твои Мы Благодарим Тебя И Свои Бог Благодарим Тебя Благодарим Мы Не Знаем Почему Так Ты Все Знаем Бог Пусть Это Смутит Пабудь Молодой Молодой Чтобы Молодой Льв Парбиди Шимени Субити Грая Смени Грома Нари Порыве Дегла Манай Шимин Тисебед Глайс Мини Гмент О О, Дух Святой, мы призываем Тебя на сердце Матери и в сердце Отца. Наполни их сейчас, Господи, чтобы там не было пустоты, чтобы там не было места для печали. Наполни всех детей, всех близких родственников. О, Боже милосердный, у нас есть Ты, у нас есть надежда. Да, Господи, от рождения до сего дня родители благословляли и отдали Марка в Твои руки. А сейчас, Господи, они и тело отдают, Господи, в Твои заботливые руки, предавая его земле, Господи. Пусть Дух его будет с Тобою. Мы просим во имя Твое, благослови эту семью, подкрепи ее, Господи, поддержи, Господь. И тогда, когда они останутся просто сами наедине, Ты приди и нежно утешай их, Дух Святой. Мы просим, Господь, каждого брата и сестру, каждого молодого человека, кто услышал эту весть, дай им задуматься о вечности и исправить свою жизнь, чтобы она принадлежала только Тебе. А мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь Марка, Господи. И мы благодарим за это время, которое Он был с нами, Господь. Мы благодарим за все, Господи, что Ты делаешь в нашей жизни. Тебе за всю славу и хвала наш Добрый Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, ввиду того, что есть очень много людей и время у нас ограниченное, пожалуйста, кто желает пособолезновать семье, родным, близким, подойдите только те, кто не подходил вчера. Кто уже вчера подходил, пожал руку, пособолезновал, мы уже не будем подходить для того, чтобы сократить время. Те, кто не имел возможности быть вчера, вы можете это сделать сегодня. А сейчас брат Сергей сделает еще одно объявление, и после этого мы будем петь. Дорогие друзья, родственники, все, кто приехал из других городов, пожалуйста, на час тридцать присоединяйтесь на обед. Он будет в нашей церкви. Приходите, пожалуйста, будем благодарны. Если вы хотите адрес, вы можете гугли это на «Черка Христа Христа, и мы будем дать вам». Ширка Христа Придцат Вечная слава, вечная слава, Слава Христу, Слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава Христу. Слава Христу. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Вечная слава, вечная слава Христу. Слава Твою! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Вечная слава! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Через сюрпас Через сюрпас Через парадайс Шабл 저녁 Шабл 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.